Приветики, всем привет! Ой, чего себе, мы в эфире! Класс вообще! Да, Лиза, в первую очередь хотел поздороваться с тобой и сказать тебе огромное спасибо, что в своем плотнейшем графике ты нашла время для того, чтобы поделиться с нашими подписчиками интересной инфой, потому что ты не так часто выходишь в свет, но обладаешь очень большим опытом, багажом знаний и тем, что так интересно многим художникам, начинающим и не очень. Спасибо большое! Знаешь, эта фраза не часто выходишь в свет, не часто выходишь на улицу, вообще в принципе не часто выходишь. Это вот примерно про меня. Да, я напоминаю всем, что с нами в прямом эфире Лиза Парфенова, это арт-директор и продюсер Skills Up School, это моя коллега и в то же время Лиза художник в Netflix, да? Все правильно по-русски. Ну да, типа того. Лиза, расскажи просто пару слов о себе. У нас с тобой не было даже какого-то обзорного интервью, многие не знают про какой-то твой путь, с чего ты начинала, на что ты, так скажем, ставила ставку, чем ты занималась. Может быть, это было какое-то... Ну, я-то знаю, но какое-то академическое образование, в общем, что у тебя было в бэкграунде, так скажем, и потом плавно перейдем к тому, что сейчас. Да, конечно, сложно рассказать что-то, что ты не знаешь, но мы сделаем вид, что ты не знаешь на самом деле. Ну и очень интересно. Да, очень интересно, как же все было. Но началось все... Я даже не знаю, с чего начать, потому что, ну, рисую я всю жизнь, я рисую с самого детства, мне как-то всегда это привлекало. У меня не было какой-то конкретной цели. Ну, естественно, какая цель может быть у ребенка, когда он что-то рисует. Все дети рисуют. Но как-то постепенно, потихонечку я в этом развивалась, развивалась полномерно. И как и все, там, не знаю, подростки, дети, которые увлекаются рисованием, я пошла в художественную школу. Вот я родилась в Петербурге. Вот здесь же я и обучалась. И после того, как стал вопрос о том, ну, куда мне поступать, как-то так разрешилось, что я, в общем, выбрала поступать в Академию имени Штеглица. И, собственно, для тех, кто не знает, мы, собственно, учились с АЗАТом, ну, по сути, на одном курсе, но на разных потоках. Так что, в общем-то, как из одного художественного гнезда мы вылетели. И неудивительно, что мы работаем вместе. Ну, собственно, после того, как... А, ну и в Академии Штеглица я училась на направлении коммуникативного дизайна. То есть я еще и немножко дизайнер и успела поработать дизайнером. Но когда я начала, ну, непосредственно работать дизайнером, я поняла, что все-таки не совсем то, чем я хотела бы заниматься, именно в профессиональной сфере. Вот. И у меня был арт-директор, то есть я работала в дизайнерской студии. Вот. И однажды он просто дал мне задание на иллюстрацию. То есть это была первая такая иллюстрация, которую я нарисовала для чего-то, для кого-то. Это была иллюстрация для упаковки. Такой простенький персонажик. И он у меня так быстро получился. Всем понравилось. И вот мой арт-директор подошел ко мне и сказал, а почему ты этим не занимаешься? Ну, ты как бы рисуешь, тебе нравится. А вот почему ты... Я такая, а не знаю. Ну, вот. И как-то так и понеслась. Я поняла, что... Да, все-таки, наверное, дизайн мне нравится, он мне интересен, но, конечно, художественное применение, оно, да, для меня как-то... Как-то пошло интереснее развиваться. Ну, и, собственно, все сошлось, все звезды сошлись, и в итоге я еще и попала в Скилзапску, куда меня позвал знаменитый, Азат Нургалеев. Вот. Ну, это на самом деле было очень классно, это было очень весело, и такой вызов... Ну, я думаю, что, в принципе, какое-то дело, которое ты начинаешь, то всегда такой вызов, это такой... Ну, это жажда сделать что-то новое, сделать что-то классное. И, в общем, мы горели, и, собственно, как и горим этой идеей. Вот. И, соответственно, я старалась совмещать и творческие какие-то свои проекты, да, параллельно старалась брать еще какой-то фриланс-раказы, и плюс работаю в Скилзапску, вот как-то, если вкратце. Круто, круто. Да, спасибо. Ну, я от тебя скажу, что, Лиза, я, наверное, более трудолюбивого человека, который все делает очень круто, то есть за что бы ты ни взялась, у тебя все получается. Там продюсирование, там, окей, там, арт-дирекшн, окей, иллюстрации, преподавание. Все очень круто. Расскажи, каково это совмещать столько дел и быть таким многостановочником, человеком, который не только, например, там, не знаю, рисует картинки или, ну, там, сидит за столом, там, создает иллюстрации, концепты, все что угодно, да? А вот в таком широком диапазоне работать, расскажи про свой опыт. Ну, это, конечно, все зависит от человека, вот, потому что мне просто нравится переключаться от задачи к задаче. Я, в принципе, стараюсь как-то и в своих работах тоже к этому подходить. То есть мне, например, не очень интересно рисовать все время в одном ключе, мне интересно немножко развивать стиль. И, то есть я переключаюсь с темы на тему. Я порисовала, допустим, немножко животных или, там, немножко портретов. Мне в какой-то момент становится, ну, не то, что скучно мне, мне не становится скучно, но у меня просто какое-то такое желание переключиться. Ну, почему-то есть, и это как-то помогает, ну, мыслить, что ли, свежо. У меня, в общем-то, я люблю разнообразие именно в какой-то профессиональной деятельности. И плюс, ну, то, чем я занимаюсь именно в школе, оно как-то помогает раскрепоститься еще и помогает в навыке коммуникации, потому что художники, они часто работают, ну, либо в небольших командах с одними и теми же людьми, или они работают дома и просто сидят там сами со мной, что, в общем-то, через какое-то время может привести, ну, возможно, к какому-то угнетенному состоянию, или ты будешь чувствовать, что ты как бы такой один в своем коконе. Вот. А я, на самом деле, ну, по натуре такой человек, хотя это парадоксально, я вот всем говорю, что я интроверт, хотя я постоянно работаю с людьми, но я реально интроверт просто вот стопроцентный, то есть мне комфортно, в принципе, и с самой собой. Я люблю сама все там обдумывать как-то подолгу, но то, что я работаю с людьми, мне помогает вот как бы в этом не закопаться и постоянно открывать что-то новое. То есть я общаюсь с новыми людьми, они все разные, они все интересные, это, ну, безусловно, конечно, коммуникативные навыки. Это очень круто, когда ты их прокачиваешь, да, и когда ты общаешься с людьми. Вот. И даже, ну, я всем интровертам советую, даже если вы, ну, прям жесткий интроверт, все равно лучше с людьми стараться коммуницировать. Это полезный опыт. Ну, как мы видим, это действительно правда. Хорошо. Да. То есть у тебя нет такого, что ты что-то любишь делать, а что-то, ну, типа, должна делать, как многие. Типа, вот я люблю рисовать, я хожу на работу. У тебя все, это какие-то вот такие вот вещи, от которых ты получаешь фидбэк, какую-то энергию, какой-то опыт. Ну, в последнее время, наверное, больше так. Да, и в этом плане, конечно. Ну, я довольна тем, чем я занимаюсь, но это не значит, что я и не проходила через то, что мне не очень нравится. Но опять же, я приводила в пример, что, допустим, я работала дизайнером, мне было не так комфортно. И, в общем-то, я ходила на работу, как все ходят на работу, типа, утром встала, пораньше пришла, села, сидела, пришла. Ну, в общем, короче, это такая стандартная история. И, ну, у меня было такое ощущение, что я живу как днем сурка, то есть постоянно мной тоже, и есть какая-то рутина. Ну, и как-то, видимо, от того, что мне... Ну, я подсознательно ощущала, что это что-то не то, и мне некомфортно, я как-то из этого вышла. Вот. Я просто считаю, что нужно... Именно когда ты хорошо и четко формулируешь свои желания и, в общем-то, какие-то свои стремления, то ты получаешь то, что тебе нужно. Как-то так. Хорошо. Ну, окей. Давай немножко поговорим. У тебя есть творческая какая-то история, есть история управленческая, есть творческая, но есть смешанная какая-то, да, вот этот Art Direction. Давай немножко поговорим про творческую, про Лизу, как вот такую вот чистую художницу. Над чем ты сейчас работаешь? На что у тебя уходят твои творческие силы? Ну, конечно, мои творческие силы сейчас уходят на работу, как ни странно. Я всё-таки считаю, что не стоит разделять работу, вот чисто ты как бы такой обрезаешь, что вот работа — это только коммерческая история, и вот я человек-работник, да, вот то, что я там нарисовал, что-то там... В общем, ну, мне такого не хочется, то есть мне не хочется ощущать, что я работаю прямо на работе, вот делаю работу, а то, что я рисую для себя, это некая такая отдушина. В общем, ну, в общем, у меня сейчас так происходит, что я и по работе делаю то, что мне нравится, поэтому можно сказать, что основная творческая энергия у меня сейчас уходит именно в проект, над которым я работаю. Вот, но я, к сожалению, не могу сказать конкретно, что я делаю, потому что, в общем, есть определённые документы, которые ты вписываешь, когда работаешь на проекте. Не могу об этом сказать конкретно. Но в последнее время это так. Ну, давай тогда как-нибудь тоже, раз мы уже начали эту тему, затронули тему Нетфликса, давай немножко начнём. Меня просто засыпали вопросами, типа, как попасть в Нетфликс, как попасть в какую-то большую студию и так далее. Там ещё был вопрос про портфолио, как должно оптимально выглядеть портфолио CG-художника, то есть такой вот общий вопрос, например, Zoom или Middle. Вот это не совсем, наверное, не только про Нетфликс, это, наверное, про любую студию. Расскажи. Ну, вопросы такие прям, я бы сказала, все объемлющие, тут всё зависит, конечно, от ситуации. Первое, что нужно понимать, что индустрии сейчас, ну, это касается там и игр, и, ой, ой, короче, игры, мультфильмы и всё остальное, в общем, индустрия просто гигантская, да, и стилистик невероятное множество, там, жанров невероятное множество, на любой вообще вкус и цвет. Соответственно, и у студий, у различных студий свои требования. Абсолютно всё это сильно отличается, поэтому сказать, что в вашем портфолио вот должно быть, вот в портфолио художника цифрового должно быть вот это, вот это и вот это, такого абсолютно нет. Тут нужно исходить из того, что человеку нравится, что действительно нравится. Это первый вопрос. и я, ну, рекомендую в целом задуматься о том, что вы смотрите, во что вы играете, если, допустим, играть. Я, например, в игры не играю, ну, вот почему-то так совершенно мне не тянет играть в игры. Сразу же, просто там, не знаю, половина аудитории ахнули просто. А твои просто ушли. Типа, не буду слушать. В игрушки не играют. О чём говорить с этим человеком? Ну, я играю, так что всё нормально, оставайтесь. Я сейчас в балансах играл. Да, да, да. Очень важно знать, что вам нравится и что вы хотите сделать. Вот просто нужно ответить себе на этот вопрос, чем хотите действительно заниматься, от чего вы не будете, от какой работы вы не будете плеваться, да, если вам дадут одно и то же там делать в течение нескольких месяцев, от чего вы не будете как-то адски уставать. Вот. И, исходя из этого, стоит посмотреть художников, которые работают в подобной стилистии, художников, которые работают на конкретном проекте, в каком стиле они работают, посмотреть на их портфолио, что лежит в их портфолио конкретно, над чем они там занимаются, благо сейчас куча информации, куча стримов, которые можно посмотреть, где художники, опять же, делятся своим опытом, вы всё можете узнать. Самое главное — знать, чего вы хотите. вообще. Ну, лично у меня какой-то цели конкретной, что вот я хочу попасть в какую-то студию или там работать на каком-то проекте, у меня не было совершенно. Я действительно рисовала просто то, что мне нравится, близко, и на этом всё. Вот. То есть я постоянно экспериментировала, что-то новое старалась находить. Ну и, конечно, какие-то... Ну, я много, так скажем, смотрела, изучала ввиду своей деятельности и преподавательской. То есть мне важно знать, кто что рисует, для чего и как. Вот. И, собственно, насмотренность, она тоже в этом плане помогает в зелёном смысле. Это что касается портфолио. И, ну, вторая такая вещь, немаловажная, так скажем, такое заблуждение, которое у многих художников есть, что в портфолио должно быть вот всё и в большом количестве. А на самом деле, если в вашем портфолио будет не так много, так скажем, работ, но они, а, будут попадать в стиль проекта, в какого-то определённого, да, или в стиль студии они будут попадать, и, б, она будет сделана круто. Да, то есть у вас должны быть работы на очень высоком уровне и они должны соответствовать, ну, ожиданиям заказчика. Вот, собственно, и всё, писаем в портфолио. Какой был второй образ? Что-то было. В целом, в целом, окей, ну, всё понятно. Немного такое риторическое, риторическое отступление. Вот есть две точки зрения, да, есть одна точка зрения, когда человек-художник, человек-художник через дефис должен рисовать то, что ему нравится, и на этом строить свой рост, своё развитие и свою последующую карьеру. либо он должен как бы смотреть, что актуально и как-то в связи с этим так скажем, двигаться. То есть это вопрос, ну, такой, конечно, с подвохом, но что ты скажешь? Просто очень многие об этом думают, меня просто очень часто об этом спрашивают. это актуально. Да, но это тоже зависит от цели человека. Если человек конкретно хочет работать в какой-нибудь студии, да, или пойти там, ну, вот, есть определённая цель, там, допустим, я хочу быть в конце художника по персонажу, там, вот, вот в такой-то студии, то, соответственно, тогда нужно смотреть на работы, нужно смотреть на художников и точить свой стиль, если это вам нужно. Если вы, ну, допустим, если человек хочет развивать свой стиль, возможно, у него есть уже работы, ему вполне этого достаточно. То есть у него даже нету цели такой вот, я хочу быть, вот, конкретно работать там, там-то и там-то, то, пожалуйста, почему нет? Это просто, ну, как бы, рисование, это в любом случае развитие, творческое, внутреннее и личностное, не знаю, можно быть просто художником, можно быть очень крутым художником, это тоже прекрасно. То есть здесь не обязательно иметь стремление куда-нибудь устроиться, вы можете вполне работать на какой-то работе, да, и параллельно рисовать. Каждый выбирает сам, как ему, как ему в этом будет комфортнее. Как философский, Элизабет, прямо. Это действительно такая большая дилемма, потому что многие хотят и зарабатывать, но в то же время у них есть очень узкий диапазон, что такое хорошо и что такое плохо. И очень часто бывает такое, что в этом диапазоне действительно человек не может найти какой-то проект под свою стилистику. Ну, в принципе, наверное, это нормально. Окей, следующий вопрос. Как совмещать две работы? Поделитесь, пожалуйста, опытом. Тяжело. Как совмещать две работы? Смотря какие работы, смотря какой у вас график, потому что, ну, мне отчасти повезло, потому что у меня, что на одной работе достаточно свободный график, и на другой работе у меня тоже достаточно свободный график, поэтому я распределяю своим временем так, как это будет эффективнее. Да, в зависимости от того, где какие задачи, то есть у меня всё очень гибко. Если же вы работаете на пятидневке, всё вот, от заката до рассвета приходите вечером, и вам нужно работать, ну, ещё на другой работе, это сложно. Но тоже зависит от того, насколько вы этого хотите, насколько это вам нужно, поэтому нет ничего невозможного абсолютно. в этом плане мне кажется, что это всё от человека зависит, от периода жизни, может быть, да, если есть какая-то сложная жизненная ситуация, и нужно работать на двух работах в течение какого-то времени, но, значит, придётся что-то со своим графиком делать. Но, конечно, на длительный срок, да, это нужно очень хорошо распределять своё время. Ну да, и это, наверное, зависит ещё от энергии самого человека, потому что есть человек, который от пятидневки устает так, что просто вообще там хоть стой, хоть падай, он спит все выходные и не может ничего делать. А есть люди, ну, например, ходили выпускники, несколько выпускников скилзап, девушка, у неё дети, она работает на работе, параллельно посещает курсы, ещё занимается творческими проектами, ну, то есть, ну, и там спортинг, танцы, ещё что-то, поэтому тут, конечно, зависит от нас. Да, много у нас таких студентов, кстати, я просто восхищаюсь, поражаюсь. Да, просто, просто вообще крутейшие ребята, прям, прям вообще. Привет, Лиз, расскажи, пожалуйста, про Netflix, как ты туда попала, какие трудности были? То есть, вот, я так понимаю, хотят узнать, сколько раз ты посылала туда портфолио, с кем ты там, не знаю, кто там сватнул, кто тебя, кто тебя туда устроил. Да, кто мой родственник там. Да. Ну, смотрите, я попала очень просто, элементарно, мне просто написали на R-стейшене, написал продюсер и сказал, если у меня время пообщаться, вот, правда, после этого, в общем, да, через, в течение какого-то времени связь прервалась, но потом уже мне написали повторно и всё. То есть, такая вот душесчипательная история. Просто написали, просто мои работы подошли под проект, под стиль и всё. Ну и, соответственно, проблем никаких... А, была проблема, что я буду врать? Проблема, это на самом деле и остаётся, не могу сказать, что она критичная, но психологически в начале мне было действительно сложно из-за английского, конечно же. Вот, у меня средний уровень английского языка, в общем, я могу говорить, в принципе, основную часть того, что до меня наносят, я тоже понимаю, но, безусловно, в общем, лично для меня было достаточно стрессово именно переходить на свободное общение на английском, коммуницировать, отвечать, потому что я чувствовала невероятную ответственность, что столь я большая, что нельзя, да, грязь в лицо и так далее, но все очень дружелюбно относятся, все с пониманием относятся, и, конечно, если художник подходит, то это самое главное. Вот, поэтому всегда будешь чувствовать поддержку, никакого в этом плане давления. Вот это, наверное, единственный такой момент, с которым пришлось так ужиться, вот, а остальное все абсолютно без проблем безусловно и так далее. Ну, а что ты посоветуешь, например, людям, которые хотят также устроиться в какую-то компанию, работать над большими мировыми проектами, где размещать портфолио, как о себе заявлять? церковь. Ну, для портфолио есть самый бактерийный инстаграм, есть артстейшн, это, в принципе, достаточно, не обязательно иметь свой сайт, хотя, почему бы и нет, тоже вполне себе хороший вариант. Вот, так достаточно будет артстейшн, инстаграм, вообще вся эта сфера художественная, она не такая уже большая, как кажется, и очень быстро художники узнают друг о друге, если что-то появляется новое, интересное, какая-то стилистика, ну, не знаю, просто вы развиваетесь и постепенно вас начинает смотреть всё больше и больше людей, и так вас могут заметить, да, собственно, ну, нужно работать, особенно в самом начале нужно рисовать очень много. На самом деле, даже не обязательно с самого начала понимать, что вы хотите прям с самого начала. Достаточно, если вам нравится делать, нужно делать, вот и всё, да, нужно делать, пробовать, экспериментировать, и в один прекрасный день вы обязательно поймёте, что вам нравится, что вы хотите, и какие-то стилистические черты тоже вполне возможно начнут проявляться, вот, потому что все мы разные, и, ну, я лично считаю, что у каждого человека есть что-то такое индивидуальное, и если много работать, если рисовать действительно что-то искренне, то работа начнёт узнаваться тоже классно. Золотые слова. Лиза, по твоему опыту, да, по твоему ощущению, я очень часто слышал, что для художника самое важное, это для 2D-художника, который нацелен на анимационную индустрию, на гейм-индустрию, что самое важное, это арт-станция, и что инста вообще не играет роли, то есть инста, она как бы такая, ну, неформальная, ну, и просто как бы она для прикола. Так ли это, по твоему ощущению, к твоему опыту? По моему ощущению, совершенно не так, и я, кстати, не отслеживаю, в принципе, кто на меня подписан, ну, вот, но как-то в процессе, да, уже начала замечать, что какие-то интересные художники подписаны, и в том числе арт-директора смотрят, то есть это такая площадка, где, в общем, абсолютно все смотрят, не знаю, смотрят, лайкают картинки, и те же самые крутые художники и арт-директора все сидят в Инстаграме, поэтому это очень хорошая площадка для того, чтобы размещать портфолио. это тоже зависит от стилистики, от жанра, вполне универсально, мне кажется. Расскажи, расскажи про твои ощущения от работы в такой большой студии, да, мирового масштаба, в одной, наверное, из таких самых громких, самых качественных, да, Отличается ли там что-то от российских студий, других, я знаю, ты много где там успела по работе, посотрудничать с народом, что ты можешь по этому поводу сказать? Мне кажется, в первую очередь отличается менталитет, это ощущается, это очень сильно ощущается, потому что в России даже, когда ты приходишь на большую студию, да и в целом, это, я слышу очень много рассказывать о том, как ребята работают в отличных студиях, у нас все очень открытые люди, то есть, если что-то нехорошо, то тебе прямо, прямым текстом скажут, что ты сделал плохо, сделал нехорошо, все надо переделать, вот, если хорошо, ну, может быть, тебе скажут, что хорошо, а может быть, похлопают по плечу, а может быть, что-то еще, то есть, у нас люди как-то, не знаю, мне кажется, что все-таки в определенной степени у нас немножко не хватает этики рабочей, действительно, потому что это далеко не во всех студиях она есть, далеко не во всех студиях она на каком-то адекватном уровне, и вот в самом начале, что меня поразило, это, конечно, безумно дружелюбное отношение, ты чувствуешь поддержку, вот, то есть, я на каждом этапе чувствовала поддержку, чувствовала, что со мной хотят работать, что мне хотят помочь, мне хотят подсказать, мне хотят 10 раз все показать, да, чтобы, ну, только чтобы я все поняла точно, и если я делаю что-то успешно, хорошо, я каждый раз слышу, что, там, very nice, good, awesome, вообще-то, ну, вот, это очень приятно, и, да, лично для меня это очень приятно, меня мотивирует, когда мне говорят, что я сделала что-то хорошо, даже если пусть какая-то мелочь, но это действительно приятно, подбадривает, и, да, вообще, в первую очередь, это, конечно, вот эти этические такие моменты, и второй момент, есть такое ощущение, ну, как, знаешь, это, есть механизм, вот, в дорогих часах, и там есть шестеренки, вот, в швейцарских часах, это, как бы, одно, а шестеренки в обычных часах, это, как бы, совсем другое, они так же крутятся, как бы, но, но это не швейцарские часы, в общем, у меня такое ощущение, не знаю, может быть, это мне просто так еще повезло, потому что, наверняка, там, ситуация отличается от проекта, проекта, там, не знаю, продюсера, директора, все равно это разные люди, вот, но, как-то по общей атмосфере, вот, ощущение такое, что все работает, как часы, что тебе просто не дадут сделать так, что, типа, ты облажаешься, условно говоря, да, и что все пойдет под откос, как, какой-то, супер, там, дедлайн, все там, все вообще горят, все горит, короче, и ты сидишь в огне, там, вот это все, там, и рыдаешь, в общем, нет, здесь вот прям полное, это такое ощущение комфортно, что все под контролем, все под контролем 10 раз, все перепроверено 10 раз, все понимают сроки, все понимают количество, все понимают, кто ты, все понимают, что ты будешь делать, вот, от этого приятно, в общем, первый месяц, я вообще была в таком состоянии, что, мне даже просто не верилось, что вот оно как бы так, как бы так, вот оно все работает, и вообще, вот, мне казалось, что все-таки это будет пожестче, слушай, ну смотри, если на все говорят very nice, то, когда, например, стилистика заходит немножко не туда, или идет какой-то концепт, который не подходит для продакшена, что тогда, то есть, там тоже говорят very nice, типа, сделайте еще, или говорят, типа, ну, плохо, да, да, нет, на самом деле, ну, у меня тоже вот был такой момент, в самом начале, когда одно задание я переделала, прям, несколько раз, потому что было сложно, мне нужно было четко попасть, вот прям, вот, во все попасть, мне нужно было, во-первых, нужно было адаптироваться, меня очень мягко наталкивали, как бы, мне очень мягко подсказывали, мне помогали, то есть, мне именно старались помочь, не то, что все плохо переделаем, и как бы не скажем тебе, что и как переделать, вот, нет, то есть, мне объясняли, что, почему и как, и, соответственно, я потихонечку-потихонечку все уже встал на колею, и дальше вообще никаких не было проблем, ну, в общем, это, мне кажется, адекватный подход, когда тебе не говорят, что вот, да, ты просто бери, там, переделывай, ты не справился, и так далее, именно тебе указывают, и направляют, и объясняют, что необходимо сделать, вот и все. Окей, так кто-то спрашивает, поздно присоединился, о каком месте идет речь, да, о Netflix. Окей, хорошо, Лиз, спасибо, еще один вопрос, что делаешь, если нет вдохновения, а сделать надо, как вдохновляешься? так, если нет вдохновения, а надо, не знаю, почему-то, вот, когда я работаю, у меня такого нет вообще, я, у меня как-то, вот этот момент вдохновения, вдохновение для меня, это такое, вот, как сказать, это такой единичный порыв, который бывает очень редко, в принципе, то есть если бы я делала что-то, только когда у меня будет вдохновение, я бы просто ничего не сделала, потому что, типа, даже когда ты делаешь просто одну картинку, у тебя вот это, ох, там какой-то порыв, тебе там что-то понравилось, полчаса порисовал, а потом что-то отвлекся, и все, и как бы goodbye, вдохновения его уже нет, поэтому, вот прям если говорить, такое вот ощущение вдохновения, то, как правило, это вот когда я села, и что-то быстро сделала, вот как на одном дыхании, вот, да, а все остальное, это больше наработки, которые у тебя уже есть, то есть ты, как сказать, у тебя есть уже этот багаж, ты точно знаешь, что ты это делаешь, и ты это делаешь, я не могу сказать, что это типа как-то меня смущает, что это приносит мне какой-то дискомфорт, потому что это тоже удовольствие в любом случае, да, что-то рисовать, вот, это все равно такой процесс, не знаю, созидательный, вот, поэтому, вот, как, практически не бывает, что я там что-то рисую, и мне прям мерзко, я не хочу это делать. да, окей, сейчас тут как раз задают вопрос, мне кажется, он будет в тему, дают волю своим идеям в Netflix, свободу выборов? зависит все от задачи, зависит все от задачи, все зависит от задачи, от того, что от вас, как бы, нужно, конечно, в определенной степени, да, дают, но если есть требования, да, если есть уже, ну, определенные обстоятельства, которые диктуют, ну, или, ну, это, не знаю, особенность, чего-либо, вот, что вы будете рисовать, то вам скажут, вот это должно быть так, а вот это должно быть так, а вот это вот делай свободно, или там, а вот это предложи нам что-то, то есть, вот больше в таком духе, но я как бы не могу сказать за все, за все задачи, за все проекты, потому что очень сильно разнится, есть какие-то художники, которые, вот, чисто технари, то есть, уже за них сделали, словно, там, всю базу, а им там нужно только, так же, дочистить то-нибудь, там, или, не знаю, довести там до лоска, вот, есть художники, которые чисто генерируют идеи, там, им сказали, вот, там, допустим, персонаж, нужно вот 10 вариантов такого персонажа, ну, и все, предлагаешь, вот, поэтому, тоже очень по-разному. Хорошо, спасибо, спасибо, Лиз, сейчас, давай следующий вопрос, ну, смотри, тут, опять же, спрашивают, как попасть на студию такого масштаба, ну, я так понимаю, что надо, надо качаться, и там ты, ну, просто так до нее не докачаешься, то есть тебя, тебя должны выбрать за твои сти, за твой какой-то уровень, и за, ну, так скажем, ты должен подходить под определенный проект. Да, 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 должен подходить, это важно. Окей, ну, тут пишут, что очень вас ждут в Москве на мастер-классы, вы прекрасны, выражают искреннее восхищение, благодаря за ваше творчество. Про совмещение, про то, что ты успеваешь, ты много работаешь, много рисуешь, есть ли время на что-то другое, то есть спортинг, не знаю, какие-то прогулки, куда ходишь, чем занимаешься. Я вот тут в тему вижу вопрос, у тебя бывают приступы лени, мне очень нравится этот вопрос. А, ну, давай, давай. Конечно, у меня бывают приступы лени, мне даже кажется, иногда кажется, что я как бы живу на таком контрасте, то есть у меня либо, мне нужно либо вообще, вот я должна просто лечь, и вот, чтобы никто, вообще ни с кем не разговаривать, за ничего не делать, вот просто буквально, там максимум включить какой-нибудь сериал, полежать, вот, и таким образом, мне кажется, мне это помогает сохранять энергию, то есть я как бы так вот на мьют ставлю, вот это все. Какой последний сериал смотрела? Ой, я сейчас смотрю «Острые козырьки», я смотрю «Нарко», «Нарко», и еще вот недавно «Белградия» начала смотреть, на такой, короче. Ага, ну у тебя прям целая обойма, нифига себе. Да, так что не думайте, что я там, типа, такой, это, ну у нас сериалчика, да тем более, ну особо-то никуда не съездишь, вариантов немного, поэтому, вот, да, что-нибудь, во что-нибудь позалипать, я, конечно, могу, это нормальная такая история, что еще в моей жизни, да как, да как у, все как у всех, не знаю, на самом деле, все абсолютно по классике, не могу сказать, что я какую-то активную дружизнь не веду, скорее наоборот, меня это иногда расстраивает, вот, спортинг, это, у меня в планах, у меня прямо эта галочка стоит, что мне надо обратно идти в зал, я даже нашла зал в пяти минутах от дома, уже пришла, посмотрела, такая, думаю, все, это, это замечательно, и вот каждый раз сейчас думаю, так, ну надо, значит, собраться, там выйти, короче, пойти, вот, это на самом деле, на самом деле расхолаживает, мне кажется, немножко вот это, такое состояние, когда ты дома, ну, то есть дом у меня это все, то есть я, по сути, здесь работаю, дома на двух работах, типа, занимаюсь своими делами, отдыхаю я тут тоже, то есть вообще, я как-то так привыкла, мне на самом деле, даже нравится в какой-то степени, что уютненько так все, домашненько, вот, но это, конечно, такое себе, такое себе, надо почаще гулять, выходить в свет, вот, хорошо, что есть скиллзап, что есть студенты, вот, которые ты видишь, да, тут кто-то спрашивает, преподает ли Лиза, Лиза преподает, я просто отвечаю, вдруг кто-то далек от темы, сказал, мы с Лизой коллеги, и вот, да, окей, ну, круто, хорошо, еще был вопрос, по поводу того, на чем ты работаешь, то есть, на чем ты выполняешь рабочие проекты, то есть, также в Procreate на iPad, либо на компе в Photoshop. Я, кстати, думала изначально, что я прям буду что-то в Procreate рисовать на iPad, но все-таки для вот прям такой работы, работы, мне кажется, не очень все-таки подходит инструмент, потому что мне комфортно, когда у меня раз монитор, два монитор, компьютер такой, как бы стоит, все работает, машина, я, допустим, там на одном экране ставлю референсы, тут у меня браузер, здесь у меня Photoshop, в общем, работая в Photoshop, короче говоря, работая в Photoshop, планшет у меня самый обычный Wacom Intus, ну не экранчик, вот обычный Wacom, ну вот, очень-очень люблю на нем работать. Ну да, на iPad я в основном какие-то стадики, там быстрые штуки делаю, то есть такое что-то совсем простенькое. Да, давай немножко поговорим про каких-то, не знаю, любимых художников, например, есть у тебя кто-то, ну из любой эпохи, можно кого-то из старых мастеров, можно живописцев, современных, все хотят немножко прикоснуться к твоему ощущению цвета, и все хотят понять, на чем это основано, да, кто на тебя, может быть, повлиял. Вот, кстати, в последнее время мне почему-то очень близко становится абстрактно искусство, не знаю, я вот все больше как-то залипаю, мне так нравится, мне очень нравится работа с цветовыми пятнами, но как-то вот именно к абстракциям мне подойти сложно, все-таки хочется больше совмещать какие-то абстрактные пятна и что-то конкретное, ну вот, например, из абстракционистов мне очень нравится Хуан Миро, я вот прям не мог, в какой-то момент я посмотрела на его полотна, не настолько простые, но настолько звучные и острые, в общем, во всех отношениях, что, пожалуй, да, вот, ну если брать абстракционистов, если брать что-то менее абстрактное, мне очень нравится и Гон Шиле, ну, это больше такое про пластику, вот про формы такие разнообразные, про композицию, то есть что-то вот такое, живопись, ну, в общем-то, по классике, начиная от передвижников, тоже, серов, тот же самый, мне нравится, я как-то не, ну, скажем, у меня нет любимой стилистики, направлений, или вот какой-то эпохи, конкретного художника, я просто стараюсь подмечать в каждом стиле что-то для себя, и всё, это как стараться класть это в копилочку, вот, из современных художников, ну, цифровые художники есть прекрасные, вообще, не знаю, Андрей Сурнов, тот же самый, вообще, гениальный художник, тоже великая честь, что он так же преподавал нас, это вообще, мне кажется, должно войти в историю, потому что, действительно, очень крутой художник, есть такой Сергей Колесов, тоже очень, такой, творческий художник, так вот, вот как-то так, не могу сказать, что я от кого-то просто фанатею, то есть, такого у меня нет, что там, вот, есть какой-то небожитель, художник, умеет, вполне, много всего интересного. Ну, я думаю, да, все кумиры, они, наверное, уже остались в прошлом, и с какой-то высоты своего опыта ты уже понимаешь, как работает их магия, то есть, и ты просто, просто какие-то эти штучки уже просто можешь брать, типа, оп себе, оп себе, и как-то присовокуплять своему опыту. Ну, окей, хорошо. Ну, как бы вот, эта тема плавно так вытекает, немножко тогда про, про стиль художника, про то, как, как работать над разнообразием стилистики, и как ты к этому подходишь. И, ну, поскольку ты еще преподаватель в скеллзапе, расскажи, возможно, есть какие-то упражнения на эту тему для наших юных и не самых юных телезрителей. Ну, тут важно понимать бэкграунд человека, да, потому что бэкграунд студента условно, потому что если мы говорим про самое начало, про новичка, то на какое-то время можно не думать сильно про определенную стилистику, нужно прокачивать навыки. То есть, условно, да, мы не ставим целью, вот, как бы получить стиль, а мы ставим целью себе получить набор навыков, которые помогут вам, то есть, которые будут являться инструментом для того, чтобы в дальнейшем выработать какой-то свой стиль. То есть, это какие навыки? Это навыки объемно-пространственного мышления, навыки рисунка, то есть, нужно уметь рисовать, нужно уметь простроить объект, допустим, навыки цветовые, то есть, вы должны понимать, что такое цвет, что такое светотень, вы должны понимать, как сочетать цвета, и постепенно, постепенно приобретая эти навыки, вы уже становитесь, как бы, более свободным, вы уже начинаете чувствовать, где вас, да, где вы движетесь в верном направлении, или движетесь в неверном направлении, где у вас есть ошибка, где нет, и получив этот опыт, постепенно вы можете все больше экспериментировать, начинать копировать каких-то художников, чувствовать себя более свободно, и приходить к различным стилистическим решениям. То есть, наверное, как-то так. Ну, что касается уже такого этапа, когда есть база, условно, да, есть наработки, есть база, то как раз помогает насмотренность, и плюс к насмотренности, это могут быть какие-то штудии, копии, можно делать графические переложения с картин, с работ художников, которые работают в определенном стиле, делать копии с, да, пишут фрагменты, кусочки работ, вот что, что для вас непонятно, да, что хочется разгадать, в общем, там мы как бы и копаем, условно. Ну, в общем, а так в остальном, конечно, я бы советовала пробовать, просто пробовать, работать по-разному, пробовать разные техники. Да, окей, ну, я тут буду иногда отвечать на, тут, ну, задают достаточно простые вопросы, посещали ли вы какие-то, курсы, или самостоятельно рисовали, я могу от себя сказать, что Лиза, ну, закончила так же, как и я, Академия Штеглица, и она просто охренительный рисовальщик, поэтому с академической базой, ну, у Лизы там все просто прекрасно. У меня вот есть такой вопрос, который, вот, он как-то вот витает в воздухе, он постоянно, многие начинающие художники мучаются тем, что, когда они что-то вот, ну, начинают, они только-только начинают первые годы их практики, то есть, им, не знаю, там даже 17-18 лет, они смотрят на людей, смотрят, там, разные художницы, которые работают в Netflix, вот, у них все так хорошо, у них так все прекрасно получается, а у них вот не получается, они не могут выстроить вот эту какую-то систему, они не понимают, как к этому прийти, и у них нет, ну, у них нет этого ощущения пути, что ли, да, и вот этой вот какой-то вот лесенки, ну, потому что, ну, просто в их вселенной нет этого опыта, и я часто сталкиваюсь с тем, что у многих это вызывает огромное мучение, что я вот хочу, у меня не получается, а я вообще хочу, там, устроиться куда-нибудь на работу, кому-то, но, условно говоря, ну, я, я со стороны, например, понимаю, что здесь даже не то, что про работу, тут чисто идет речь даже, ну, просто про базу ее надо затачивать, какой бы ты, может быть, совет или комментарий дала по вот такой вот проблеме? Ну, тут совет один, нужно учиться, нужно искать себе наставника, нужно строить базу, вот, потому что часто, потому что ты описал, приходят новички, которые, в общем, не рискуют пойти учиться, да, и там бояться, не знаешь, что-то, что-то их останавливает, в общем, и здесь очень важно иметь наставника, очень важно иметь поддержку, потому что ты тоже, как бы, находишься наедине с собой, наедине со своими ошибками, ты не всегда можешь понять, почему это, откуда эта ошибка возникла, как ее исправить, и какие вообще ступеньки нужно преодолеть, для того, чтобы прийти к цели, вот, поэтому, конечно, лучше обучаться, обучаться под чьим-то руководством, искать на себе наставника, искать себе курсы какие-то, это все, ну, это, казалось бы, банально, и просто, но я не вижу другого пути, если реально, если есть ребята, которые, в общем, умеют выстроить самостоятельно, вот, так скажем, для себя процесс обучения, но таких, как правило, единиц, всех очень мало, а большая часть нуждается в поддержке, то есть я, в принципе, наверное, обучалась всегда под чьим-то руководством, это мне очень помогало, и как-то это подбавило, и плюс, кстати, эти коммуникативные навыки тоже немаловатые. Спасибо, очень круто, а что делать вот с этим вот, с ощущением, что я вот прям хочу вот здесь и сейчас, а у меня вот этого вот нет, а я хочу здесь и сейчас, я хочу, чтобы уже, типа, хочу, 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 там многие вот так вот, хочу, чтобы я все умел, там, ну да, ну, хочу через неделю. Я тоже много чего хочу, все это, здесь и сейчас, ну, надо отдавать себе отчет, нужно отдавать себе отчет, нужно понимать, на каком этапе ты находишься, нужно посмотреть, ну, вот адекватно оценить свои возможности, адекватно оценить свои работы без критериев, что это, типа, плохо, да, или как-то супер хорошо, а меня там не берут никуда, а здраво посмотреть, не знаю, сравнить, посмотреть, кто что делает, посмотреть на свое портфолио, здраво оценить, свежим взглядом, как будто бы не вы же на свои работы смотрите, а кто-то другой, вот, абстрагироваться и понять, в какой точке вы находитесь. В остальном нет ничего невозможного, но всему своё время. Тоже нестись впереди лошадей, мне кажется, это может привести к не самым лучшим последствиям. Я всё-таки за то, чтобы каждый этап он проходил с каким-то минимальным травмированием, что ли, потому что можно так себя там загнать, что в итоге, когда придёшь к своей цели, долгожданной, уже ни сил не будет, ни желания, ни восторга, вообще ничего. Ну зачем тогда это нужно? Ну да, на самом деле, конечно, необходимо, наверное, с чем-то смиряться, что всё-таки ребёнка, не знаю, там за месяц родить невозможно, даже если девять девушек стараться. Вот это очень важно. Поэтому, наверное, это и вполне нормально. Так что запаситесь терпением, наши юные друзья. Давай, у нас остаётся совсем буквально три-четыре минутки. Может быть, какие-то несколько советов каких-то обучающих, или как раз какие-то, может быть, туториалы, может быть, какой-то просто жизненный философский совет, как достичь какого-то творческой высоты успеха и получать от этого радость. Потому что по твоим картинкам видно, что ты получаешь от этого радость. Я не знаю, как на самом деле, но они излучают какой-то позитив и какие-то приятные эмоции. То есть по некоторым картинкам других людей, например, видно, что там просто, я не знаю, у Микеланджело, например, мне кажется, там была не радость творчества, а муки творчества. Хотя тоже творчество великое, но как бы, не знаю, я бы никому не посоветовал. Ну, окей. Ну, мне кажется, что любое творчество это всегда именно какой-то выход эмоций, да, и, возможно, построение какой-то своей собственной вселенной. То есть у каждого это происходит по-разному, и каждому это даёт что-то своё. И то есть нужно понять... Нужно, во-первых, прислушиваться к себе. Это банально, ну, типа, такие громкие слова. Но нужно действительно прислушаться к себе. Очень хорошо. То есть перестать бесконечно, вот просто бездумно листать картинки и думать, какие все классные, а какой я не классный, какой я изгой, там, и как я ничего не достигну, а нужно просто остановиться, остаться, ну, как бы подумать просто, что вы есть, что вам нравится вообще, что вы хотите-то в принципе. Вот. То есть просто позадавать себе вопросы. Самое главное. Не смотреть, кто такой Вася, Петя, Маша, там, с лайками, фолловерами и всем остальным, а кто вы, что вы хотите, что вам нравится вообще, от жизни чего вы хотите. Ну и, собственно, чтобы получать удовольствие от рисования, нужно получать удовольствие от жизни. Вот я считаю так. Если ты как бы не удовлетворен всем, что-то в тебе в жизни не устраивает, ну, либо, соответственно, это все тоже, кстати, положительный момент, это все может находить выход именно в творчестве. Это тоже, но это лучше, чем, допустим, там загоняться. Ну, мне кажется, что все-таки лучше мыслить позитивно и, в общем, делать что-то такое приятное, не знаю, для всех, для себя. Ну, как-то так. Лиза, отлично сказано. Спасибо тебе огромное за твое драгоценное время. Я действительно тебе благодарен. Охранительный эфир. Было очень много полезной, классной, вдохновляющей, мотивирующей информации. Спасибо тебе и до скорых встреч. Спасибо за приглашение, за очень приятным было побывать на прямом учрении. Ну, и всем удачи желаю. Все, круто. Все, пока, Лиза. Спасибо огромное. Всем пока. Все, пока.